Это мужское и женское позвали, потому что у него лицо было забито, а для людей это такое. И вот ему Гордон дал 40 тысяч, по-моему, чтобы Демьян открыл свой бренд одежды. Потому что он весь не зататуирован, там реально человека не видно, но какие у него идеи, как он мыслит, это просто, ну, ты поражаешься. Это даже небольшое такое противоречие создает, потому что обычно люди с татуировками, вот такие все, они как будто, ну, ничего нету, а он стоит и тебе рассказывает такие вещи, ты такой думаешь, блин, и я сел сразу. Да, я из Сомска. 40 тысяч чего? Ну, блин, первый канал 40 тысяч чего мог дать? Вряд ли долларов. Ну, вот насколько я знаю, я спрашивала, типа, куда он эти деньги потратил. Он вложил их, он на эти деньги не открыл, он вложил их в то, что у него уже было. Он уже тогда шмотки, по-моему, делал на тот момент. Это просто ему как дополнительный этот доход пошел. То есть, ему Гордон не обещал, что он ему на эти деньги откроет, он обещал, что ему поможет, типа. Ну, по факту помог. Он со своего кармана это дал, это даже не деньги Первого канала были, потому что деньги Первого канала тебе дают, получается, за съемку там, по-моему, 30 или 40 тысяч рублей каждому. Перелет оплачивается, проживание там. Ну, и вот, и самосъемка 30-40. И плюс ему Гордону сейчас своего кармана дал. Нет, вот откуда я взяла 40, потому что им платят 40. Он ему где-то тысяч, наверное, 80-100 дался своего, вот. Я занимаюсь, я занимаюсь, я татуировки бью людям. Я тату-мастер с недавнего времени, с лета. И пирсинг-мастер уже, ну, вот скоро два года будет. Мне 20. Ну, я арендую рабочее место в салоне, там, аренду просто платим месяцовую. А тебя кто-то выгуливает. Можно я промолчу на такие шутки? Буду сильно смешно будет. Не в обиду. Да нет, просто это очевидная шутка. Можно придумать хотя бы там, не знаю, чем-нибудь. Тут деньги зарабатываешь. Вот мне сколько раз спросили вот за вот этот день. Я тут ровно день сижу. Тут деньги зарабатываешь. Я вообще не знаю, как тут деньги зарабатывать. Тут мне скидывают подарки, я не знаю, куда их девать. Какие-то бобики тут есть. Я вот как начинаю трансляцию, типа, запустить. Сижу, разговариваю, завершаю и выхожу. Я вообще в приложении не сижу. Я не знаю, как у других это все выглядит и все такое. Я просто нажала и все. Мне все равно. Для чего ошейник, моя хорошая? Потому что это выглядит как ремень. Это стильно, мне нравится. Никаких игр и всего такого нет. Скажи тату. Ну, нет. Очень крутая работа. Спасибо. Сейчас уже индейцы наколки перестали делать. Мода плохая. Вот, кстати, да. Сейчас мало людей, у которых нет татуировок. Люди индивидуальнее стали те, кто их не делают. На удивление. Ну, типа, я бы не выдержала. Я очень ведомый человек. Я бы сделала себе татуировки. Люди, которые без татуировок, и которых все устраивает, они только молодцы, потому что они себя принимают такими, какие они есть, и они не хотят украсить себя чем-то другим. Потому что они и так довольны собой. Этим людям я только завидую. Потому что у меня так не получается. Поэтому я разрисовываюсь. На ножке, что за пятно? Паутина. Мне может уже сюда листочек повешать, типа, на части тела, и какая там татуировка. У тебя окружение такое, скорее всего, забито. Нет, кстати, вот у меня, например, директор моей студии, девочка моя одногодка, у нее ни одной татуировки нет. Еще люди, мало у кого, типа, татуировки, чтобы их было видно. Я решила забиться из-за того, что я в 16 лет попала в компанию, и там люди были забиты, у них лица были забиты до ног. И я себя чувствовать начала голой какой-то. И все. И так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, и понесло. И за год я забилась. Не знаю, сколько. Я не знаю, сколько у меня их татуировок. Нет, я не забивная. Пирсинги есть? Пирсинги сняла, но просто в мочках осталось. Раньше, да, еще вся проколотая была. И потом это спадает. Я вообще неформална была. У меня линзы были, у меня эти волосы белые. Ну ничего. Все. Это все снимается, это все убирается. Ну, кроме татуировок, конечно. Татуировки убираются только старые. Если ты набил татуху, и через год хочешь ее свести, она у тебя не сведется, потому что пигмент еще неплотно сидит в коже. А не то, что покинула неформальный круг. Мы были неформалами, потому что нам было по 16, по 18 лет. Мы протестанты, мы все. Маму не слушаем, делаем, что хотим. А сейчас вот эти вот неформалы, но люди тоже по факту забиты в татуировке. Но то, что у них в голове, это не неформальное мышление. Это люди, которые, ну, зарабатывают очень хорошие деньги. Своим умом, там, не знаю, крипта какая-то. Какие-то вот такие вот штуки. Они что-то высчитывают. Какие-то кофейни открывают. И то есть... На неформалу, мне кажется, нужно просто вырасти. Так. Целки знакомые, возможно. Парни есть? Нет. Рукав хочу в чекан. В чекан не буду. Извини, не потому что какой-то стиль плохой. Я просто в чекан не бью. Я лучше вместо того, чтобы брать себе денежку и набить, вот как я это вижу, отправлю тебя к мастеру, который конкретно на этом стиле специализируется. Рост 170. А тебе сколько лет? 20. Это на той неделе было. Я немного у него ловила. Но я понял, 40-летний не будет неформалом. Ну, внешне-то будет. Просто вот тут не будет. Делаю вертушку. Да не умею я. Спасибо. Пожалуйста, можешь показать? Да отстань! Тебе на экран заходит? Ну, когда была набита вот эта паутина провинция, я просто... Underground это была вся моя жизнь, пока какие-то дебилы в ТикТоке не начали выкладывать треки, Нагана старые, там, ну, рыночные отношения, черную экономику, пока это не завертелось, не закрутилось, мне это нравилось. Мне это нравилось. Как только все начали понимать, выкупать, типа, у ННВ, вот это все, когда это зафорсили, что это какая-то малолетская хуйня, все, у меня просто... У меня такая депрессия была из-за того, что по факту испортили то, что мне нравилось. Люди, которые не понимают, зачем эта музыка, для чего эта музыка, и вот просто слушают ее, и... Тогда мне, да, мне это очень не нравилось, еще вот эти вот шутки, паутина на локте, паутина на локте. И всех стыдили за то, что у них, блядь, паутина, то есть... Просто из-за того, что малолетки, блядь, пришли в ТикТок. Я нигде не учусь. Я училась. В итоге решила заострить внимание на одном, и все, у меня очень пошло. Ведомая? Я не то, что ведомая. Я импульсивная очень. За сколько можно увидеть твои пятки? Низасколько! Нет! За миллион. Не рублей. Хлопков над головой. Чтоб это записали на видео, и в рекорд гитнеса занесли. Тогда я покажу чуть-чуть. Реально, после свадьбы. Бэйбифейс сделай, и монету лопай тут грести будешь. Я не хочу тут грести монету, я не хочу тут зарабатывать деньги. Мне просто нравится разговаривать с людьми. Я не хочу никакие бэйбифейсы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!